Внимание ребята, если вы находитесь не в России, а в любой другой стране и вам нужен ключ для Windows 11, вы можете купить его на CDK Sales по ссылке в описании. А благодаря вот этому промокоду вы получите скидку 30%. Подробное видео по установке Windows 11 Pro и покупке ключа есть у меня на канале. Ребята, вы помните времена, когда что не обзор процессоров, что не псевдотехноканал, то обязательно был бред про то, что у процессоров Intel терможвачка под крышкой, а святые AMD делают процесс припоем и типа это надежно, круто. Довольно-таки плохо, очень приятно. Уверен, многие из вас слышали этот бред. Вот сегодня на простом примере я покажу и расскажу вам, что такое припой и какие с ним тоже могут быть проблемы. Но сначала хочу поблагодарить все зрителей, которые поддерживают мой канал, присылают свои вопросы по сборкам, апгрейду, подбору компьютеров, ноутбуков и прочего в личные сообщения у меня на Boosty. Всем, кто присылает донаты и, конечно же, всех подписчиков на Boosty. Отдельное спасибо ребятам с никами Благодаря вашей поддержке в отсутствии монетизации на русскоязычных каналах, я имею возможность покупки и тестирования каких-либо компьютерных комплектующих. И не только. Для роликов на канале, конечно же. Большое всем вам спасибо. Ролик про Steam Deck перевалил уже в стоимости 45 тысяч рублей, так что ваша поддержка крайне важна. Ролик в работе. Всем желающим задать мне вопросы по сборкам или апгрейду ПК, подбору ноутбуков, мониторов и другой техники под ваши задачи и ваш бюджет, а также всем желающим поддержать канал, ссылка на мой Boosty есть в описании. Всем заранее спасибо, кто решит присоединиться. Ну а теперь к теме. Итак, почему-то в народе общепринято мнение, особенно лет 5 назад было, прям все этим горели, что, мол, если под теплораспределительной крышкой процессора находится припой, а не термопаста или термопрокладка, то это круто и надежно. Такой процессор буквально вечный. Сначала давайте объясню суть, почему раньше не все процессоры, скажем так, массовые процессоры были с припоем, а некоторые из них были зачастую с термопастой, например, процессоры Intel. Какие плюсы припоя вообще имеются между крышкой и кристаллом? Само собой главный плюс это более эффективная дача тепла от кристалла на крышку. Вторым плюсом считается тот факт, что припой якобы никогда не деградирует и не теряет свои свойства по передаче тепла. Термопаста имеет свойство высыхать и в некоторых случаях спустя длительное время под высокой нагрузкой есть вероятность отлипания этого термоинтерфейса от кристалла. При этом, чтобы вы понимали, даже многие процессоры серверного сегмента, например, Intel, Xeon и некоторые были с термопастой под крышкой. И им это не мешало работать 24 на 7 несколько лет подряд. А теперь давайте подумаем, почему долгие годы процессоры Intel и некоторые другие модели AMD, ну я имею в виду обычные настольные, оснащались именно термопастой, а не припоем. Да все просто. Во-первых, если кристалл процессора не особо горячий, то нет никакого смысла усложнять жизнь. Ведь при производстве процессора гораздо дешевле нанести термопасту. Причем как сама паста дешевле, чем припой, так и в целом в производстве это гораздо проще. Потому что вы просто наносите термопасту, приклеиваете крышку на обычный герметик и все. Чем если вы, допустим, сначала наносите металл, потом разогреваете крышку до очень высоких температур, чтобы этот металл расплавился под ее как бы прижимом. При этом нужен еще термостойкий герметик между всем этим делом, потому что крышка горячая в момент закрывания ее на процессор. Он тоже более дорогой висит процесс, получается, и процессор из этого, естественно, дороже в конечном итоге. И собрать все это так еще, чтобы без повреждений кристалла произошло, тоже как бы, ну, есть нюансы. Поэтому, само собой, производители процессоров идут по пути наименьшего сопротивления. Но есть ряд моделей процессоров, в которых припой просто жизненно необходим. Именно поэтому, например, в процессорах Ryzen любого поколения сразу с завода под крышкой был именно припой и есть до сих пор. У AMD процессоры традиционно горячие, и даже несмотря на толстые огромные теплораспределительные крышки, без припоя кристалл процессора будет более горячим, чем требует спецификации, например. То есть это не от щедрости Лизы Су, процессоры Phenom, FX и Ryzen идут с припоем, а от острой необходимости данного решения. Вот, например, слабенькие Athlon, тот же Athlon 200GE, не содержит в себе припоя, потому что, во-первых, он дешевый, во-вторых, в нем гораздо меньше элементов на кристалле, которые требуют эффективного теплоотведения. И зачем на него тратить такие ресурсы, непонятно. Поэтому там хватает обычной термопасты. У Intel тоже, как только пошли процессоры 9-го поколения, скажем, i9-9900K, а это, как известно, тот еще кипятильник, вот тогда и Intel стали оснащать процессоры припоем. Также сейчас i9-14-го поколения тоже содержит в себе припой, ибо это проц с TDP 125 Вт в стоке, а в бусте или разгоне показатели могут улетать за 200 Вт. Как известно, у термопасты есть свой предел, так сказать, пропускной способности количества Вт тепла на метр на Кельвин. Соответственно, чем площадь кристалла меньше, а TDP при этом выше, тем нужен более эффективный термоинтерфейс. Как мы знаем, Intel долгое время выпускала процессоры с техпроцессором 14 нанометров, то есть кристаллы были, ну, скажем так, умеренно большими, но за счет того, что это были в основном 4-х ядерные процессоры с отлаженной технологией, они не требовали никакого припоя, так как на большом кристалле те же 65 Вт или 90 Вт можно было легко отвести с помощью термопасты. У процессоров AMD традиционно горячий контроллер памяти, зачастую он греется сильнее, чем сами ядра процессора, особенно актуально для тех моделей, в которых это был один кристалл вместе с ядрами. Вы помните, да, те сложности с разгоном памяти для процессоров Ryzen, микроархитектуры Zen и Zen Plus, например. В общем, припой это жесткая, острая необходимость, а не привилегия для покупателя. И в тех процессорах, где припой не требуется, его нет и не будет, уж поверьте. Для примера можно также вспомнить PlayStation 5, у которой тепло от кристалла отводится на кулер через жидкий металл, что опять же значительно удорожает производство самой консоли и дальнейшую ее стоимость для покупателя. Так вот, жидкий металл там потребовался потому, что на стадии проектирования корпуса и системы охлаждения тесты показывали перегрев центрального процессора со встроенным графическим ядром, что приводило к сильному сбросу частот как ядер, так и GPU. Поэтому Sony пришлось использовать жидкий металл, именно пришлось, а не просто они ради прикола его туда засунули. Во-первых, это нужно было, чтобы снизить шум, ведь без припоя на обычной термопасте, из-за сильного нагрева кристалла, кулер был вынужден маслать на очень высоких оборотах. Привет, PS4 и особенно PS4 Pro, да, вы все помните эти шумы. Без повышения оборотов за пределы комфортного шума на термопасте кулер тупо не справлялся с чипом у PlayStation 5. Поэтому решили пойти на такой радикальный шаг, как жидкий металл. Итак, PS5 с жидким металлом издает шум 27,8 дБ. Температура выходящего воздуха в самом горячем месте составляет 52 градуса по Цельсию. Теперь PS5 с термопастой. Выдает 36 дБ шума, а наивысшая температура выходного воздуха равна 43 градуса по Цельсию. Это означает, что PS5 с жидким металлом не только тише, но и более эффективно отводит тепло от кристалла. Передает это тепло на радиатор и выводится наружу из корпуса. А PS5 с термопастой оставляет тепло внутри кристалла, что заставляет раскручиваться вентилятор постоянно во время игры на более высокие обороты. Поэтому имеем высокий шум, а тепло при этом отводится плохо. Ну а теперь от слов к практике. Несколько месяцев назад у меня был тест процессора AMD Phenom 2 X4 945. Там я показывал вам тесты в играх, и вроде бы с температурой процессора там было более-менее нормально. Но полежав какое-то время, этот процессор стал вести себя очень странно, когда я снова его решил запустить и кое-что потестировать. Стоило мне запустить какую-то игру и отойти от компьютера ненадолго, я обнаружил потом, что компьютер перезагрузился. Сначала я грешил на материнскую плату, полагая, что на ней отрыгнул северный мост, который является одним из главных слабых мест той платформы. Как вы помните, у меня использовалась материнская плата именно с северным мостом прямо на ней. Я специально нашел другую материнскую плату, в которой не было северного моста, это была более простая материнка на чипсете M68 от Гигабайт. Но и там ситуация была такой же. И каково же было мое удивление, когда я, успев включить мониторинг, обнаружил температуру процессора, доходящую до 99 градусов. При том, что рабочие температуры для него составляют от 55 до 71 градусов. С некоторыми возможными пиками скачками там типа до 80, но никак не до 99. Сначала я грешным делом решил, что кулер не справляется. Но конечно в голове крутился вопрос, а как же он тогда справлялся до этого, ведь в ролике с тестами этого процессора в играх был этот же кулер, и там с температурой был полный порядок. Но решил поставить шеститрубочный Snowman, который рассчитан на отвод до 165 ватт тепла. Напомню, что сам процессор Phenom 945 имеет TDP всего лишь 95 ватт, то есть этот кулер с большим-большим запасом. Видите, у меня шеститрубочный Snowman стоит, под ним стоит процессор AMD Phenom 2 X4 945. Помните, недавно у меня был ролик? Смотрите, что с ним произошло. Вот я сейчас включил стресс-тест Bench CPU-Z 3000 МГц, 1.3. Смотрите, какие температуры охреневшие. 100 градусов уже на системной плате, 93-99 на процессоре. Это кулер, который 165 ватт может рассеивать. Вы помните, что в том... Так, я сейчас остановлю бенчмарк, а то нахрен сейчас тут все сгорит. Все, он уже потух. Видите, он уже в защиту ушел. Короче, суть в том, что после того теста, видимо, под теплораспределительной крышкой процессора отлип термоинтерфейс. Там я, насколько я понимаю, у 945-х припой. И по ходу припой, короче, отпаялся от кристалла и от крышки. Теперь даже 165-ваттная башня не может справиться с охлаждением этого процессора. Такой вот прикол произошел. То есть, когда вы видели тест в играх, там у меня было 65-68 градусов под обычным блинчиком на 95 ватт. С подсветкой там у меня был экзагит какой-то. И все, теперь мало того, что блинчика, теперь охреневшие вот такой здоровой башни не хватает. Вот в чем прикол. Это уже, кстати, материнская плата другая. Я уже тестирую на всякий случай на другой материнской плате. Думаю, мало ли. Короче, не в материнке проблема. С этим феномом что-то произошло. Стало ясно, что дело не в кулере и не в материнской плате, а в самом процессоре. Решил, что нужно скальпировать и посмотреть, что там внутри. Думаю, не стоит вам уже даже объяснять, что я там увидел. Да, ребята, смотрите, какая жесть. В общем, я просто срезал герметик и она отвалилась. То есть вот это вот, это припой. Он отвалился от кристалла. Часть осталась на кристалле припоя, часть на крышке. Вот и все, вся проблема. И кто мне после этого будет говорить, что терможвачка под крышкой это говно, а припой это круто. Ну, смотрите, припой отвалился, блин. То есть он не просто отвалился, он напополам развалился. Половина осталась тут, половина здесь. И как теперь его с кристалла снять, я не знаю. То есть если отсюда я могу его просто паяльником попробовать снять, то отсюда, я не знаю, не буду, что я кристалл паяльником греть. И у меня решение только одно. Ну, если этим процессором зачем-то пользоваться дальше, он достаточно старый. То есть сейчас контакта нет тут никакого, поэтому перегрев лютейший происходит. Не идеально. Я решил просто срезать весь слой припоя. То есть я взял лезвие и прям плоской стороной срезал. Здесь я проверил на просвет. Тут идеально чистилось, то есть полностью весь слой срезался. На кристалле, конечно, сильно нагрузку не дашь. Но в целом, я не знаю, можно даже попробовать тоже посмотреть. Если вот лезвие поставить... Сейчас попробую поймать. Если лезвие поставить, видим, что плоскость в принципе нормальная получилась. И так, и вот так по диагонали. То есть по идее просветов никаких там нет. И при этом вы же видите, да, что кристалл блестит не кристальным цветом, а именно металлическим. То есть тут тонюсенький слой припоя остался, но он ровно. Я сейчас просто нанесу термопасту вот сюда и прижму крышку. И все. То есть ничего не буду больше делать. Не буду я пытаться паяльником этот слой припой снять. Хотя по идее надо было бы. Ну блин, Феном 945, и кому он нафиг нужен? Это так мне может для экспериментов еще пригодиться. Поэтому сделаю так. Я уверен, что он еще поработает. Сейчас мы, конечно, это сделаем и проверим тест. Вообще проверим, жив ли он остался после моего скальпирования. Ну, вроде бы ни один из СМД компонентов здесь я не зацепил. Я аккуратно срезал. Это первый МДшный процесс, который я скальпировал. С интеллами попрощего. МД тут, конечно, герметика была мое почтение. Я его еле и срезал. В общем, сейчас все намажу термопасту, соберем, посмотрим, что получится. Ну, как вы понимаете, припой тоже дело не вечное. В тех процессорах, где использовалась термопаста, ее хотя бы можно просто взять и поменять нормально. А в процессорах с припоем нужно еще очень сильно заморочиться, чтобы снять остатки припоя с кристалла. С крышки, как бы, в принципе, ничего сложного. С кристалла сложности есть. Да и сам кристалл можно ушатать, допустим, если припой отстанет не до конца, а частично. А вы крышку, как бы, на силу потянете. Можно просто кусок кристалла отколоть. Так, ну что, как минимум процессор работает. Винда запускается. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, что там по температурам. Матильнику оставил пока эту. Тесты, вы видите, тут два слота. Стресс-тест в CPU-Z работает. Температура 56-54 градуса. То есть, ну, растут. Я сейчас еще немножко подожду. Но уже видно, что все нормально. Потому что в прошлый раз я только тест запустил. Сразу 80 показывал. И пока я с вами разговаривал, уже было 100 и все вырубалось. Давайте подождем. Я сейчас замолчу, просто буду снимать. Посмотрим, до скольки нагреется в стресс-тесте. Ну, в общем, как видим, спустя 3 минуты температура держится где-то в 63. Я думаю, что если на полчаса оставить, то где-то будет 65, наверное, градусов, не больше. А вчера даже под офигенной здоровой башней, сразу буквально за 30 секунд уже 100 градусов было и все потухло. Так что все, процедура выполнена успешно. И может быть, кому-то эта информация будет полезна. Если что, например, райзенов первого поколения, типа там райзен 1700, все это тоже касается. У них есть такая же проблема. Я тоже уже видел в интернете, что бывает, перегреваются очень сильно. Они, значит, там тоже, скорее всего, также отпадает припой. Ну, а те процессоры, что шли и с термопастой под крышкой, в целом без проблем работают по 5 и более лет. А 5 лет это и так приличный срок, потому что в компьютерном мире железо обновляется минимум раз в 2 года, а то и быстрее. Поэтому спустя 5-6 лет процессор лучше просто обновить на что-то более актуальное. Вот и все. Однако в наше время сейчас особо париться не стоит. Большинство актуальных процессоров 13-го поколения у Intel или там, например, 7-тысячный райзен, это все сейчас процессоры с припоем под крышкой, ну, не считая какие-то очень слабые там офисные отдельные модели. Поэтому, в принципе, можете не париться, но имейте в виду, что если у вас когда-то произойдет такая же проблема с отвалом припоя, исправить эту ситуацию будет значительно сложнее. Спасибо всем, кто поддерживает канал на Бусти. Напоминаю, что подписчики уже со второго уровня подписки получают доступ в наш закрытый дискорд сервер, где мы обсуждаем игры, компьютеры и много чего еще. Так что, если у кого-то есть возможность и желание поддержать мой канал, попасть в китры к видео и получить доступ в наш дискорд, ссылка на Бусти есть в описании. Там же в описании полно полезных ссылок на сборки компьютеров под разные бюджеты задачи, ноутбуки, мониторы. В общем, загляните, вдруг вам что-то пригодится. Саубол НС.